Когда говорят «тюркская культура», тут возникает картина «горящий город, разграбленные дома, огромный мужик в необъятных шароварах вытирает об эти самые свои необъятные шаровары свой окровавленный, зазубренный ятаган». Надо сказать, что картина, хотя она и расхожая, но она, в общем, далека от истины. В идеологии некоторых обществ сложилось пропагандистами-политиками такое мнение, будто тюрки – это дикие кочевники, не имевшие культуры, которые только и делали, что завоевывали сопредельные города, подвергая их разрушениям. Но давайте разберемся на паре примеров, кто из нас дикарей. В XIII веке тюрки, завоевавшие Индию, построили на то время одно из самых высоких зданий в мире – кутыб-минар-минарет султана Айбека Дилийского султаната. В XVI веке тюрки-бабура, завоевавшие Индию, построили Тадж-Махал. В XIII-XIV веках тюрки Чингисхана, завоевавшие Иран и Китай, построили там, соответственно, Маргелландскую и Ханбалыкскую обсерватории. Да, вы не ослышались. Тюрки Чингисхана, которых оклеветали в их бескультуре, строили обсерватории. Ну а теперь перейдем к Египту. Каждый казах знает, что в XIII веке Египтом правили тюрки-мамлюки. Основатель мамлюкского Египта был султан Айбек, не путайте с основателем Дилийского султаната, того тоже звали Айбек. Самый яркий правитель мамлюкского Египта был султан Бейбарс. Но мало кто знает, но Египтом тюрки уже правили и не один раз за 400 лет до Бейбарса. В IX веке это были тюрки-толуниды, в X веке тюрки-эшхиды. В XII веке Египет захватила армия тюрок-зангидов. Полководец Салах-ад-Дин по приказу тюрка Сельджука и Мат-ад-Дина Занги уничтожил фатимитский Египет, сотрудничавший с крестоносцами. Теперь, когда мы вкратце знаем, какие тюрки и когда правили Египтом, перейдем к вопросу о дикости и бескультуре тюрок. В 868 году тюрок Ахмед ибн Тулун основал свое государство в Египте, построил одну из самых больших мечетей на то время, но самое интересное, что согласно труда немецко-швейцарского историка Адама Меца мусульманский ренессанс 303 страницы тюрки-толуниды построили первую большую государственную бесплатную больницу для бедных людей. Тюрок Ахмед ибн Тулун выделял из госбюджета на эту больницу 60 тысяч динаров и лично сам посещал ее, проверяя каждую пятницу. Наши предки строили в девятом веке больницы, школы, бани, города, обсерватории, высочайшие минареты и в это же самое время арабский путешественник ибн Фадлан в Хазарском Каганате, увидев славян, написал то, что вы видите сейчас на своих экранах. Так что кто из нас дикари еще можно оспорить. Это трусливые кочевники, которые случайно из-под Ташкента пять лет назад прорвались в Византийскую империю. Когда я жил в Казахстане, то местную национальность русские называли звери. Табуны лошадей, кошма, юрта и все. Все, ничего не будет цивилизации. А кто такие были славяне? Это варвары. Барбары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи. Принесли им свет Христовой истины. И сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова